И действительно, как вы и сказали, Александр Константинович, ВПЧ – это, конечно, общечеловеческая проблема, так же, как, наверное, вообще на сегодняшний день проблема онкологических заболеваний и многих других заболеваний, которые довольно широко стали распространены быть в популяции. Но вот еще до недавнего времени, до пандемии коронавирусной инфекции, существовали различные прогностические расчеты, которые говорили о том, что онкологические заболевания потихонечку к 30-му году выйдут на первое место как причина смерти. Потом, правда, появились данные, что к 50-му году это будут антибиотикорезистентные инфекции, потому что растет антибиотикорезистентность популяции. Но на сегодняшний день мы убедились, что вообще инфекции не оставляют свои роли в нашей жизни и выполняют свой фактор такой существенно патогенный для человека, продолжают. Но, тем не менее, если говорить об онкологических заболеваниях, распространенность их, конечно, велика, отмечается рост, и вам это известно лучше, чем мне, какое количество людей на сегодня погибает от различных онкологических заболеваний. О связи онкологии с инфекцией, естественно, говорили очень давно. Здесь введена цитата еще Мечникова, который предполагал, что онкология – это, в общем, базовое инфекционное заболевание. Не так быстро этому были найдены доказательства, но, тем не менее, вы видите, уже больше 100 лет тому назад идея того, что в основе многих соматических и онкологических заболеваний лежат инфекции, уже была сформулирована. Первые подтверждения вирусной теории рака были получены Рауссом, при изучении саркомы кур, и ему удалось как раз доказать, что можно перезаразить кур фильтратом, полученным из саркомы. Потом эти же практически, по сути, опыты похожие были проведены шоупом, который, может быть, больше известен как вирусолог, занимавшийся изучением причин испанки. Но он же занимался доброкачественными опухолями у кроликов, не просто так есть опухоль шоупа. И тоже тогда впервые были описаны папиломы, и как причина их на сегодняшний день мы знаем – это вирус папиломы, который в животном мире, естественно, тоже присутствует. Ну и нельзя не высказать свою благодарность вирусологу нашему отечественному, основателю вирусологии отечественной, Александру Зильберу, который, в общем, сформулировал действительно концепцию инфекционной или вирусного происхождения злокачественных заболеваний. Надо сказать, правда, что эта концепция была в свое время зарегистрирована сначала, поскольку он был арестован на НКВД, но потом он развил свою идею. Ну и более широко МИР заговорил о вирусном происхождении злокачественных заболеваний впервые, когда удалось показать, что массовая иммунизация против гепатита В снижает заболеваемость первичным раком печени. Потому что, в общем, хорошо известно, что и вирус гепатита В, и вирус гепатита С это все-таки источник или причина теологическая, которая запускает формирование первичного рака печени. Ну и, наконец, те исследования, которые очень широко были освещены, которые, в общем, были оценены миром, соответственно, это исследование Харда Сурхаузена, который и открыл роль вируса папиллома человека в развитии рака шейки матки. И вот, по-видимому, из-за этого такая произошла первоначальная концентрация на ассоциации вирус папиллома человека и рака шейки матки. И, к сожалению, в эту проблему изначально были в основном вовлечены именно ангушер-гинекологи, онкологи, занимающиеся именно этой патологией. На самом деле вирус папиллома человека – это чрезвычайно распространенная генетическая разнородная группа вирусов, которые поражают эпители кожи и слизисты. И проявления вот таких в виде доброкачественных разрастаний на коже в виде кандилома, они, как вы видите, известны очень давно. И даже было выяснено, что в XVI веке у Марии Арагонской уже выделялся вирус папиллома человека 18 типа, уже она была инфицирована. То есть это давняя история человечества. Вирусы все делятся в зависимости от базовой ДНК, одноцепочной, двухцепочной или РНК, на различные классы. И вирус папиллома человека относится к первой группе вот в этой классификации. Большинство представителей семейства вируса папиллома человека обладает онкогенными свойствами, но при этом, наверное, неправильно выразилось, обладает свойствами вызывать развитие опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных. Семейство это очень большое и выделяет, как вы видите, несколько типов. Это и в этой гамме альфа, и для человека характерны как раз альфа-папилломы вирусы. И среди этой большущей группы, как вы видите, известно, более 130 на сегодняшний день различных видов, выделяют высокоонкогенные, низко- и среднеонкогенные типы. Некоторые виды специфические, типоспецифические антигены присутствуют, сходные у разных вариантов вируса, и поэтому их можно объединить в некие небольшие семейства. Надо сказать, что вирус этот не культивируется, к сожалению, в клеточных системах и практически не вызывает местного воспаления, так же, как не вызывает веремии. Но если говорить о тех семействах вируса, пиллома вируса, которые наиболее часто представлены у человека, то вы видите, что вот те, которые включены в вакцину, в частности, там 6, 16, 18, они имеют сродство или сходные антигены с некоторыми другими типами. Этим может объясняться формирование перекрестного иммунитета, который на сегодня отмечен при вакцинации людей вакцинами против вируса пиллома человека. Вроде бы вакцина содержит антиген только к одному, к 6 типу или к 18 типу, но тем не менее дает перекрестный иммунитет в небольшом проценте случаев и по отношению к другим. И это как раз связано с наличием сходных антигенных структур у 6 типа, вот с теми, что перечислено здесь еще и у 18, соответственно, с теми, которые близки к нему. Однако надо сразу сказать, что перекрестный иммунитет характерен вообще для людей в отношении не только вируса пиллома, но, скажем, и при использовании пневмококовых вакцин тоже был подмечен вот этот эффект, механизм перекрестного иммунитета. Включается в вакцину один сиротип пневмокока, а формируются некие перекрестные иммунитеты к другим. Поэтому вопросом перекрестного иммунитета много занимались. В конечном итоге было сформулировано такое положение, что да, это позитив с одной стороны, с другой стороны, мы не знаем, насколько он специфичен, потому что насколько афинны эти выработанные антитела именно к этим другим вариантам возбудителя, и не знаем, какова его длительность этого перекрестного иммунитета. Поэтому лучше рассчитывать всегда на прямой иммунитет, что и послужило основанием уже на сегодня для расширения количества антигенов, входящих в вакцины против пневмокока и против вируса папиллома человека. Потому что мир, Европа и большинство высокоэкономически развитых стран сегодня уже применяют 9-ти валентную вакцину и не рассматривают вопросы вот этого перекрестного иммунитета как варианта защиты. Но возвращаясь к структуре вируса папиллома человека. У вируса папиллома человека изучены гены, изучены его белки, и изучены функции этих антигенов, этих белков, которые присутствуют в структуре вируса. Во всяком случае, описаны, как вы видите, ранние белки, которые обозначаются буквы Е, но ранние, и их функции, которые заключаются в том, что они обеспечивают деспирализацию ДНК и начало репликации внутри ядра клетки человека после внедрения вируса. А также передачу вирусной ДНК при делении клеток, чтобы эта особенность вируса папиллома человека, он не разрушает клетку, а вместе с делящейся клеткой продолжает дальше размножаться внутри этой клетки до тех пор, пока клетка не погибает. Поздние белки, ну отсюда же от английского названия поздние белки L1 и L2, это белки, которые определяют прикрепление к клетке человека и в дальнейшем проникновение в клетку. И вот надо сказать, что на основе белка L1, который обеспечивает прикрепление клетки, и создана вакцина, то есть антиген, идентичный антигену L1 вируса, синтезированный не патогенными векторами, а вакцина относится к рекоменантным препаратам, где, в общем, один из самых безопасных современных вариантов вакцин, когда вектор продуцирует некий антиген, идентичный антигену возбудителя, его очищают и используют в качестве вакцины. То есть эти вакцины вообще не содержат антигенов возбудителя как таковых. Вот на основе антигена идентичного L1 и создана вакцина. Патогенез заболевания вируса папиллома человека тоже на сегодняшний день хорошо изучен. На примере рака шейки матки это внедрение в базальные слои эпителия, и в дальнейшем вместе с клетками нашими продолжает вирус внутренних размножаться и постепенно достигает клетка верхнего слоя, слущивается, и тогда уже вирус выходит из погибающей клетки. Это определяет особенность иммунного ответа, о чём я дальше тоже немножечко скажу. Выявлены фазы внедрения вируса, фазы размножения вируса. Вирус проникает благодаря L1, проникает внутрь ядра, размыкается кольцо ДНК, начинается репликация этого ДНК, и вирус остаётся в клетке, оставаясь частью этой клетки. Очень важно то, что вот эти ранние белки, к сожалению, обладают функцией подавлять иммунитет нашего организма, наших клеток, и в частности подавлять противоопухолевый иммунитет, поскольку они блокируют те белки, которые должны отвечать за активацию противоопухолевого белка. Кроме того, эти же ранние белки способны подавлять экспрессию то-лайк подобных рецепторов. Ну, мы с вами помним хорошо, что вообще распознавание чужеродного, оно определяется именно целой группой естественных рецепторов, но в частности одной из ведущих групп являются то-лайк подобные рецепторы. Надо сказать, что и видоизменённые клетки, и повреждённые клетки тоже должны распознаваться в организме определёнными тул-рецепторами. И если нарушено их представление на мембране, то, конечно, наши клетки иммунной системы не в состоянии распознать видоизменённую клетку, повреждённую клетку, клетку, изменённую и склонную уже к онкогенезу. Соответственно, это тоже способствует тому, что происходит длительная персистенция возбудителя в организме и формирование таких видоизменённых клеток. Ну и, наконец, третья фаза. Это фаза, когда вирус вместе с клетками достиг окончательного развития клетки, и клетка разрушилась, вирус вышел и начинает инфицировать следующие соседствующие клетки. Ну и, опять же, вот такой красивый слайд был в своё время сделан для того, чтобы показать, как же это всё потихонечку-потихонечку происходит. Клетка слущивается, погибая, а вирус выходит и заражает следующие клетки. Надо сказать, что вирусы папилломы – это строго эпителиотропные вирусы, и весь их жизненный цикл связан именно с этим. В связи с тем, что нет разрушения клетки на раннем этапе, нет воспаления. Нет воспаления – нет адекватного иммунного ответа, потому что иммунный ответ нашего организма, он в первую очередь связан с первой фазой – фазой воспаления. Воспаление, разрушение, активация антигенопрезентирующих клеток, привлечение этих хелперов и так далее. Только так мы способны ответить на внедряющуюся инфекцию, как формированием клеточного звена иммунитета, так и формированием геморального звена иммунитета. Нет виремии при этой инфекции, что определяет и вместе с отсутствием воспаления очень низкий уровень специфического ответа. Поэтому иммунный ответ на естественную ВПЧ-инфекцию очень низкий и у мужчин, и у женщин, и у мужчин даже ниже, чем у женщин. И это одно из условий возможностей реинфекции, суперинфекции и повторных анвазий различных на протяжении всей жизни человека. Кроме того, что вирус папиллому человека подавляет иммунный ответ, не дает выраженного воспаления низкого геморального ответа, он еще и формирует вот такую направленную иммуносупрессию, мы с вами говорили, подавляя функцию противоонкологических белков. Естественно, способствует этому и развитию каких-то проявлений ВПЧ-инфекции, способствует базовое изменение иммунитета человека. Не просто так, еще Мечников говорил о том, что онкологическое заболевание – это, конечно, совокупность действия возбудителя, микробы, инфекции, вируса. Вирус тогда не употреблялся еще, наверное, в отношении онкологических заболеваний, и свойств самого человека. Поэтому были изучены различные изменения, которые отмечаются у людей с формированием персистирующей ВПЧ-инфекции, формированием опухолей, и было показано, что есть генетическая предрасположенность к малибнизации при инфицировании ВПЧ-инфекции, которая связана с определенными генами. Это связано с определенными генами в системе гистосовместимости или HLA. Это может быть связано с базовой, опять же, генетически обусловленной первичной недостаточностью функции антигенпрезентирующих клеток, натуральных киллеров или Т-хелперов первого типа, запускающих клеточный ответ. Но для любых вирусных инфекций это характерно. Для персистирующих вирусных инфекций, таких, скажем, как герпетические инфекции, это тоже характерно. Или вирусов Штейн-Барр, цитомигаловирус. Все вирусы, которые формируют персистенцию, все-таки это результат взаимодействия особенностей организма человека и вируса. И поэтому вот эти изменения, базовые иммунитеты определяются у всех людей, предрасположенных к персистирующим инфекциям. Естественно, это может быть дефицит продукции интерферона альфа, потому что это первый и вроде бы не специфический вариант защиты от вирусной инфекции, но тем не менее. Сюда же относится, как вы видите, дисбаланс цитокинов, изменение секреции кортикотропедрелизинга гормона и подавление синтеза некоторых интерлекинов, что тоже может быть обусловлено как текущей инфекцией, так и первоначально существующим фоном. Существуют определенные факторы риска инфицирования вирусом папиллома человека. К ним в первую очередь относится юный возраст. И поскольку я, в общем, педиатр и инфекционист, и давно уже забыла то, что проходили в институте, то с интересом узнала от акушер-гинекологов, что вот юный возраст девочек, почему они так быстро инфицируются, он ассоциирован с особенностями анатомофизиологическими. В частности, зона переходного эпителия, куда внедряется в первую очередь вирус, находится в юном возрасте очень низко, что способствует более быстрому инфицированию. Конечно, промискуитет, промискуитет доказан во всем мире и для мужчин, и для женщин является существенным фактором риска. И отсутствие циркумцизии. Надо сказать, что это фактор, о котором пишут и в плане профилактики ВИЧ-инфекции, и в плане профилактики ВПЧ-инфекции. Считается, что страны, в которых традиционно проводят циркумцизию, в них инфицированность мужчин меньше и заболеваемость женщин меньше. Правда, это не во всех странах, которые такую традицию имеют. Итак, если говорить о девочках, то то, что я подчеркнула от акушер-гинекологов, зона трансформации, место внедрения вируса, и юный возраст, который определяет наличие такого анатомо-физиологического аспекта. Существуют кофакторы риска, то есть факторы, которые подавляют тоже иммунные наши реакции, что способствует персистенции возбудителя. Опять же, это не специфические факторы, они будут способствовать персистенции и любых других вирусов, склонных вообще к персистирующему латентному течению и латентному проявлению инфекций. Это курение, это различные гормональные средства, которые могут подавлять активность клеточного звена иммунитета, потому что все-таки мы должны рассчитывать в первую очередь именно на него при естественной инфекции. Это иммуносупрессия, которая формируется под воздействием любых факторов. В частности, это может быть первичный иммунодефицит, это может быть вторичный иммунодефицит, связанный с заболеванием, с приемом препаратов, подавляющих иммунную систему и так далее. Таким образом, если говорить о ВПЧ-инфекции, а не об онкологии, потому что это именно инфекции, то персистенция ВПЧ-инфекции, которая приведет к дальнейшим различным клиническим проявлениям, это результат взаимодействия и свойств вируса, и базовых особенностей иммунной системы человека. В каком возрасте заражаются? Это очень актуальный вопрос, потому что любую инфекцию легче предупредить и эффективнее предупредить до того, как она появилась. И идея вакцины-профилактики – это все-таки защита до того, как человек заболел, до того, как человек инфицировался. Поэтому были изучены пути передачи, естественно, чтобы оценить, когда и как происходит заражение в каком возрасте. Ну, понятно, что основным путем передачи для взрослых людей являются сексуальные контакты, при этом известно, что и непроникающие сексуальные контакты тоже могут приводить к инфицированию. И есть, как вы видите, другие пути передачи, вертикальный путь передачи, который для меня, как для педиатра, очень важен, поскольку это определяет целый ряд проявлений к дальнейшему детей инфекции, связанной с вирусом попелома человека. К сожалению, большинство людей, не имеющих клинических проявлений, не знают, что они инфицированы, и поэтому являются распространительными, невольными распространителями этого возбудителя. Инфекция регистрируется во всех странах мира, во всех регионах мира, с различной, как вы видите, частотой. Уровни распространения в среднем мире, ну, это где-то 11,7% населения. Хотя, надо сказать, что есть регионы с более высоким уровнем распространения и с менее высоким уровнем распространения. Возраст инфицирования достаточно юный, но клинические проявления мы видим отсроченно. Ну, вы видите, что приводятся различные схемы, которые показывают, насколько отстоит период инфицирования от периода проявлений клинических. И интересные очень исследования были в свое время проведены по определению у совсем юных девочек и девушек антител к вирусу попелома человека 16-18 типа, не привитых, естественно. Что оказалось? Что уже в возрасте 13, 14, 15 лет выявляются, естественно, девочки, девушки, у которых титры антител к этим вирусам имеют место. То есть, соответственно, инфицирование уже состоялось. В связи с этим проводились неоднократные исследования по типу сексуального поведения у подростков. Надо сказать, что такие данные еще и сравнивались с опросом родителей, потому что, когда впервые были предложены прививки против вируса попелома человека, то очень многие родители отказывались, мотивируя это тем, что ребенок еще слишком мал, и их ребенок не такой, чтобы, так сказать, рано начинать сексуальные опыты. И, кроме того, вообще такая прививка может, наоборот, способствовать тому, что мы скажем, что все безопасно, ты можешь заниматься чем угодно. Ну вот, как вы видите, по данным опроса, даже среди подростков 11, 12, 13 лет уже выявляется значительное число сексуально активных детей. Это, правда, опрос Соединенных Штатов, но я потом вам покажу данные Российской Федерации, они мало чем отличаются. Надо сказать, что при этом родители ровно в половине случаев ошибались в оценке сексуального поведения своих детей. Но надо сказать, что это касается не только сексуального поведения, были аналогичные опросы проведены по тому, какие сайты и как много в интернете сидят дети разного возраста, опрашивали детей и родителей, точно в два раза расходятся показания, что говорят дети и что думают родители о том, как ведут себя их дети. Другое исследование, которое, в общем, подтверждает то же самое, довольно раннее начало активной сексуальной жизни, которое и способствует инфицированию. И инфицированность, естественно, увеличивается очень существенно в ближайшие же буквально годы в зависимости от возраста детей. Возраст 12 и 14,5 лет отличаются существенно, как вы видите, в 8 раз по инфицированности вируса попелома человека. То есть распространенность высокая, инфицированность возникает очень рано. И надо сказать, что по различным исследованиям считалось, что для женщин, скажем, в 80% случаев в течение жизни они даже при наличии единственного партнера, в 40% случаев, они все равно будут инфицированы. Всемирная организация здравоохранения в позиционной статье, посвященной вирусу попелома человека, оценила распространенность этого вируса в популяции так, что у женщин с нормальной цитологией почти в 12% определяется ВПЧ, у женщин младше 25 лет в 20% случаев, а вот у мужчин, обратите внимание, от 1 до 80%. То есть встает вообще вопрос о том, кто больше инфицированным, у кого больше проблем, связанных с этой инфекцией. Ну, в среднем мужчины старше 18 лет, близки к женщинам, 24%, но все-таки 84%. Это серьезно. Кумулятивный риск примерно идентичен у мужчин и у женщин. Инфицирование по возрасту происходит приблизительно в одни и те же строки. Единственное, может быть, что юноши чуть позже некоторые начинают свою сексуально активную жизнь. Но в дальнейшем процент мужчин и женщин, активных в плане возможностей заражения вирусом попелома человека, оно примерно параллельно, и у мужчин даже несколько выше. Таким образом, в ходе всех этих исследований сложилось четкое понимание того, что вирус попелома человека это инфекционная патология, которая может персистировать и в случае персистирования вызывать различные клинические проявления. Я себе позволила сделать вот такое определение, исходя вообще из базовых определений инфекционных заболеваний. Это инфекция с латентным течением в ряде случаев персистирующих, передающихся половым и контактным путем, которые проявляются доброкачественными и злокачественными новообразованиями. То есть, в общем, банальная инфекция. Клинические проявления, которые нам хорошо известны. Есть красивые картинки, которые показывают, скажем, как выглядят злокачественные и незлокачественные заболевания, связанные с вирусом попелома человека. Есть такой традиционно показываемый треугольник, где внизу незлокачественные анагенитальные кандиломы, и дальше поднимаются различные варианты онкологических заболеваний у мужчин и у женщин. Надо сказать, что в перспективе считается, что будет отмечаться рост, рост всех вариантов онкологических заболеваний, вызванных вирусом попелома человека. Ну, просто наибольшее количество исследований было посвящено раку шейки матки. Если мы всерьез сравним уровень онкологических заболеваний, обусловленных или ассоциированных вирусом попелома человека у мужчин и у женщин, то, в общем, количество их, как оказалось в дальнейшем, будет очень близко. Ну, вот первые исследования, которые проводили в 2005-2009 году, показали, что вроде бы женщины больше страдают, страдают чаще, ну, и, естественно, преимущественно у них заболевания, связанные с вирусом попелома человека, это рак шейки матки. А вот это исследование несколько более позднее, за 2008-2012 год, и обратите внимание, на количество рака шейки матки, который был выявлен, и орофарингеальные раки у мужчин. Цифры-то практически идентичны. Это привело вот такие наблюдения статистические, привели к тому, что стали очень внимательно все-таки изучать, какая же патология развивается у мужчин, и насколько для мужчин пирус попелом человека является серьезной патологией. Какие возбудители отвечают за развитие этих злокачественных заболеваний у мужчин и у женщин. Ну, и изучение орофарингеального рака, которые преобладают у мужчин, показало, что причиной-то тоже в основном является тот же самый 16-й тип вируса, который вызывает заболевания у женщин. Изучение того, какой процент профилактируемых с помощью вакцинации вот этих 16-18 типов вируса вызывают орофарингеальные и цервикальные раки, дают практически идентичное количество. Кроме того, рак ануса 80%, еще больше, да, эти два впервые изученных вируса, как онкогенных вируса, пожалуйста, рак полового члена 60%, в общем-то, те же самые проценты, что и орофарингеальный рак и цервикальный рак. Все это постоянно, в общем, так или иначе изучается и в конечном итоге, смотрите, цифры, ну, более-менее близкие при самых различных исследованиях. Вот одно из тоже таких исследований Соединенных Штатов, которое свидетельствует, что 16-й и 18-й тип и для мужчин, и для женщин абсолютно идентично неблагополучен в плане инфицирования и возможного дальнейшего развития существенных заболеваний. Если говорить о 6-м и 11-м типе, которые обуславливают не онкогенные разрастания, а на генитальные кандиломы и респираторный рецидивирующий папилломатоз, в ответе РРРП это аббревиатура как раз рецидивирующего респираторного папилломатоза, то мы с вами увидим, что то же самое и для мужчин, и для женщин. Это риски совершенно идентичны. Поэтому на сегодняшний день значительно правильнее говорить о том, что это гендерно независимая патология. И те, и другие страдают от этой инфекции, и те, и другие в ходе этой инфекции могут сформировать серьезные заболевания. Но это уже отечественные авторы, которые, по сути дела, повторяют данные зарубежных исследований. В мире проводились изучения распространенности типов высокоонкогенных в самых разных регионах мира, изначально при цервикальном раке. Оказалось, что до 80% это именно 16-й и 18-й тип. Были красивые очень схемы нарисованы, как происходит персистенция и формируется злокачественное заболевание. Но интересно нет, интересно другое. Зачастую приходится слышать, что в нашей стране возможно совершенно другие типы вызывают заболевания. Да, там у них у кого-то 16-й и 18-й тип, а у нас совершенно другие. Поэтому хочу вам показать, что соотношение 16-го и 18-го типа может несколько меняться. В каких-то регионах мира преобладает 16-й тип, в каких-то 18-й тип в плане формирования онкологических заболеваний разной локализации. Европа, к которой мы относимся, вот она показывает практически точно такие же данные по общему количеству, но с преобладанием 16-го типа. Смертность от рака шейки матки поначалу тоже этому уделялось больше внимания. Она была оценена в разных странах мира, но, к сожалению, просто хочу показать, что Россия была не на первом месте. Итак, онкологические заболевания, различные локализации, это и рак шейки матки, и рак орофарингеальной области, и анагенитальных области у мужчин на сегодняшний день практически в 70-80% случаев связывает вот с этим 16-18 типом, который мы можем профилактировать с помощью вакцин. Я сознательно не стала включать в презентацию данные директора неонкологии, профессора Беляева, который показывает о том, что и в северо-западном регионе, и в нашей стране орофарингеальные раки в большем даже количестве регистрируются, и, естественно, у мужчин больше, чем у женщин, чем рак шейки матки у женщин, что еще раз доказывает важность все-таки профилактики инфекции у обоих полов. Ну и когда стали оценивать, как для любой профилактики инфекции оценивают фармакоэкономический эффект, то стало понятно, что поскольку, вы помните, я показывала эту схему, как длительно происходит от заражения персистенции к формированию предрака и рака, это проходит до 10-15 лет, то стало понятно, что эффективность этой вакцины не сиюминутна. И не каждое государство способно вкладывать деньги в то, чтобы ликвидировать инфекцию, ну вернее, патологию, которая разовьется через 15 лет. Поэтому обратили внимание на другое проявление вируса кандилома человека, а именно на аногенитальные бородавки, распространенность которых чрезвычайно велика. И на примере того, как быстро удается при массовой иммунизации убрать из популяции эту патологию, была доказана экономическая эффективность вакцинации. Ну, аногенитальные кандиломы или бородавки распространеннейшая патология и, пожалуй, на первом месте находится, наверное, сейчас среди инфекций, с которыми работают несколько другие представители медицины, венерологи, чаще гинекологи. Ну, в нашей стране недооцененная или недорегистрированная патология. Ну, об этом говорит то, если мы сопоставим количество заболеваний на число жителей страны, ну, то, что представлено в Российской Федерации, скажем, в сравнении с Великобританией и Соединенными Штатами. Интересно, что в Великобритании, где вообще очень хороший эпиднадзор, была проведена работа по наблюдению за частотой инфекций, передающихся половым путем, ну, он там постоянно регистрируется, на протяжении вот последних пяти-шести лет. Показано, что идет рост сифилиса, идет рост гонореи, идет рост герпеса второго типа и снижение анагенитальных кандилом, поскольку эта страна одна из первых, которая ввела массовую иммунизацию девочек сначала, а сейчас и юношей тоже, и мальчиков тоже, против вируса попилом человека. То, что дети раннего возраста на сегодняшний день страдают этой патологией достаточно широко, это тоже, в общем, результат, понятно, и активного стремления к взрослой жизни, и той инфекции, которой они друг друга заражают. Ну, и если говорить о генитальных кандиломах, они практически в 100% определяются двумя другими типами вируса попилома человека, шестым и одиннадцатым, хотя, надо сказать, что и в отношении них показана возможность развития злокачественных состояний. Но эти два вируса оказываются ответственными еще за одну патологию, с которой не сталкиваются онкологи, но зато сталкиваются педиатры и лор-врачи, занимающиеся патологией детей. Это рецидивирующий респираторный попиломатоз гортани. Тяжелейшее заболевание, он бывает, кстати, и во взрослом состоянии, и в юношеском состоянии, но там немножко инфицирования. А вот у младенцев, у детей это результат вертикальной передачи вируса. Известно, что возможно передача вирусов самых разных от матери и ребенку, и считается, что вот среди 20% носителей вирусов, передающихся вертикальным путем, 5% это вирус попилома человека. Он был обнаружен у детей, рожденных от инфицированных матерей, на слизистых оболочках, и, как вы видите, проведено было обследование, когда начинает реализоваться, примерно в возрасте, иногда и раньше, честно говоря, в возрасте от 1 до 6-7 лет начинает реализоваться в виде респираторного попиломатоза. Эпидемиологические исследования показали, что частота респираторного попиломатоза у женщин, которые инфицированы вирусом 6-11 типа, в основном 11-го типа, рождение детей с респираторным попиломатозом более чем 200 раз выше, чем у женщин, которые не инфицированы этим вирусом. Ну, вот будет рассказывать моя коллега о вакцине против вируса попилома человека, и было показано, что вакцинированные женщины имеют достаточно высокие титры антител, которые передаются тракцилуцентарно. То есть вакцинированная женщина, она защищает своего ребенка от возможностей инфицирования в каких-то ситуациях, когда, может быть, присутствует насительство. Во всяком случае, на одной из конференций, которая недавно была посвящена вирусу попилома человека, даже был поставлен вопрос о том, что, наверное, можно будет ликвидировать респираторный попиломатоз при массовой иммунизации в раннем возрасте против вируса попилома человека. Этот респираторный попиломатоз гортани, это нарастание таких попилом в гортани, приводящих к душу. И когда-то наш главный детский лор профессор Цветков в Санкт-Петербурге говорил, что надо этих детей, особенно девочек, обязательно прививать. Я говорю, так у них уже все состоялось. Он говорит, неважно, а вдруг будет лучше, потому что есть еще одна серьезная проблема. Ну, помимо того, что их постоянно оперируют, когда нарастают эти попиломы, если нужно убирать, во время беременности, когда происходит подавление Т-клеточного звена иммунитета, они разрастаются, и бывали случаи удушья и смерти от удушья таких девочек. Ну вот, к сожалению, у нас не будет сообщения по поводу вируса с попиломы человека и ВИЧ. Это связано с тем, что наша коллега на больничном, которая должна была делать это сообщение, поэтому немножечко картинок я позволю себе показать, вставить свой доклад. Надо сказать, что понятно, что ВИЧ-инфекция это подавление Т-клеточного звена, в частности, CD4 клеток, разрушение CD4 клеток. Для вируса попиломы человека очень, мы с вами говорили, важно наличие активного иммунитета, связанного с Т-клеточным первого типа. Кроме того, сама ВИЧ-инфекция, говорят, является фактором, предрасполагающим инфицированию ВИЧ-инфекции. Но хочу показать страшные картинки, что доброкачественная ВИЧ-инфекция формирует при клеточном иммунодефиците. Это совершенно, конечно, ужасающие картинки и ничуть не хуже, не лучше, вернее, выглядят, чем фотографии, которые любят показывать онкологи со своими онкологическими заболеваниями. Опять-таки, вот только что, в 2020 году на одной из конференций были представлены данные о инфицировании ВИЧ-вирусом людей, живущих с ВИЧ, и показана частота тех форм заболеваний, которые характерны для ВИЧ-инфекции. То есть, анагенитальные, орофарингеальные раки и так далее. Но обратите внимание, анальные раки у ВИЧ-инфицированных мужчин, мужчин, имеющих секс с мужчинами, 80 на 100 тысяч. Перенатальное инфицирование подростков и юных взрослых при ВИЧ-инфекции, если мы говорили с вами о респираторном попиломатозе 40 процентов. Женщины, живущие с мужчинами, женщины, вернее, живущие с ВИЧ-инфекцией, их на сегодняшний день более 19,5 миллионов, у них риск возникновения вируса попилом у человека и этой инфекции и ее реализации в два раза выше, чем у не имеющих ВИЧ-инфекцию. В 6-7 раз выше при этом персистенция. И обратите внимание частота инвазивных цервикальных раков. Частота, если в среднем 7,3 на 100 тысяч человек лет в популяции неинфицированных, то в ВИЧ-инфицированных 170 лет. То есть, конечно, это две патологии, которые идут рука об руку и дефект клеточного звена иммунитета связанный или предрасполагающих персистенции этих двух инфекций, он, понятное дело, создает условия для того, чтобы они вместе существовали. Но эти данные были в метаанализе подтверждены действительно о том, что эти два вируса друг с другом существенно дружат. Люди, кроме того, при наличии генитального поражения, связанного с вирусом попилом у человека, риск развития ВИЧ-инфекции тоже повышается. Повышается достаточно существенно. Ну и вы здесь видите просто те данные, которые это доказывают. Распространение инфекции, связанной с вирусом попилом у человека и появлением ВИЧ-инфицированных ее, то же самое здесь вы видите мужчины и женщины, насколько достоверно чаще базово инфицированные одним, заражаются чаще другим. Персистенция то же самое, ассоциированная с наличием ВИЧ, формируется, ну как уже это и говорилось, видите, помните, у женщин, да, энное количество раз, персистенция формируется существенно чаще всеми типами, которые включены в нынешние существующие вакцины. и развитие раков у ВИЧ-инфицированных и у ВИЧ-негативных тоже отличаются в разы. Правда, здесь исследование, которое показывало, как мы можем повлиять благодаря вакцинации, то есть если мы будем вакцинировать естественно и здоровых, и ВИЧ-инфицированных, то мы сможем снизить заболеваемость с злокачественными заболеваниями, связанными с ВПЧ-инфекцией у ВИЧ-инфицированных, хотя, к сожалению, вот у такого уровня, как у обычной популяции, это все равно не доходит. Ну и заключение, которое делают все эти авторы, да, генитальные инфекции с преобладанием ВПЧ, они очень характерны для популяции живущей с ВИЧ-инфекцией, и, к сожалению, к сожалению, на сегодняшний день обычные меры предупреждения, профилактики, неспецифические меры профилактики, скрининг, он все-таки не может решить эту проблему, поэтому единственным решением является, конечно, профилактика первичной, то есть иммунизация. Таким образом, как и все люди с иммунодефицитом, люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, это люди с более высоким риском распространения этой инфекции и реализации ее в виде онкологических заболеваний. Что касается нашей страны, она, в общем, ничем не отличается от всех стран мира. Обратите внимание, пожалуйста, данные наших исследователей отечественных. Сексуальный дебют к 15-летнему возрасту имеет достаточно большое количество подростков. Ну и к 17-19-летнему возрасту это уже, естественно, очень развито. Вот главный подростковый акушер-гинеколог Министерства здравоохранения профессора Уварова приводят такие данные, что, к сожалению, связано это не только ранний дебют, но и промежуэкет, очень, к сожалению, характерен для наших девочек. При этом, так же, как и во всем мире, уровень образования очень сильно влияет на такое рисковое поведение. Надо сказать, что это действительно во всем мире так. Я помню, когда-то был очень моден. Помните, писатель Вишневский у него есть тоже в одной из его книг. Речь идет как раз тоже о таких социологических исследованиях по сексуальному поведению людей разного уровня образования. Он пишет вот то же самое. Хотя, вроде бы, это и художественная литература. А это данные, которые мы представляем в Центр. Есть Центр по ВПЧ-инфекции информационной. И обратите внимание, пожалуйста, данные, которые представила Россия по сексуальному поведению своих подростков и по тому, когда это все и как происходит. А также по рискам, которые существуют у наших подростков. Какое большое количество девочек у нас курит, 22% женщин курит. А мы помним с вами, что это кофактор риска. Ну вот, я здесь просто такие красные негативные моменты включила. и то, что почему-то было показано в этом документе, что в Российской Федерации существует плановая иммунизация, программа рутинной иммунизации против вируса пополома человека аж 2009 года. К сожалению, это не так. К сожалению, эта профилактика у нас осуществляется только регионами. Или, если врач сказал пациенту, что есть возможность предотвратить это серьезное заболевание, нужно пойти привиться. данные по северо-западу профессора Лялина, опубликованные в книге под редакцией Сергеева, по тоже промискуитету характерному для юных женщин и, соответственно, те инфекции и сочетанные инфицирования по инфекции, которые были выявлены у тех, у кого выделены те или иные варианты ВПЧ-вируса. Но опять-таки, то, что мы представляем в мир и как мир показывает нас, заболеваем строком шейки матки, мы отличаемся, к сожалению, от целого ряда экономически развитых стран. И, надо сказать, что и смертность тоже самая, к сожалению, да, конечно, к счастью, не как в Африке, но достаточно серьезная. И если посмотреть структуру стран европейского региона, то мы находимся ближе к перевернутой вершине этой диаграммы. при этом надо сказать, что цервикальный рак характерен для, на сегодняшний день, раннего возраста и показано, что женщины в возрасте от 15 до 44 лет, опять-таки, видите, наши данные представлены в мир, эти женщины на втором месте по структуре имеют рак шейки матки и смертность в этом возрасте на первом месте от этого заболевания. И, к сожалению, она потихонечку растет. Но я уже сказала, что вот ваш директор показывал данные, я просто не стала повторять, что орофарингеальные раки растут даже еще и больше. Ну вот это то, что я сказала о смертности. Надо сказать, что рост, конечно, в раннем возрасте на сегодняшний день отмечается рак шейки матки по сравнению с другими злокачественными образованиями мы возрасте инфицирование происходит очень рано. Если говорить остро о заболеваемости, о заболеваемости различными проявлениями ВПЧ-вируса, то данные вроде бы не очень страшные. Хотя наше отечественное исследование и в частности данные 2013 года в абсолютных количествах дает очень серьезные заболевания и в том числе показатели. Обратите, я хочу внимание именно на показатели. 93,6 на 100 тысяч просто ужасный показатель. Ясню почему. 2,35 еще ничего. Пожалуйста, полосы рта 24,4 на 100 тысяч. Глотка 10,7 гортань 29,5. Почему я показываю эти данные? И то же самое мы видим по Российской Федерации и Москве, скажем. То же самое мы видим большие показатели заболеваемости в Санкт-Петербурге, возрастные группы. Потому что я хочу показать вам заболеваемость управляемыми инфекциями. То есть вы видели там 29, 12, еще что-то. Обратите внимание, при проведении массовой иммунизации уровень заболеваемости существенно снижается. Вот это те инфекции, которые мы с вами стандартно прививаем в рамках национального календаря прививки. Смотрите, уровень заболеваемости. Особое внимание хочу обратить на гепатит B. И показатель заболеваемости гепатитом B сопоставим был до введения массовой иммунизации с показателями ВПЧ-инфекции, которые на сегодняшний день публикуют. И с разными формами злокачественных проявлений, связанных с этим вирусом. На сегодня мы практически ликвидировали 839 случаев на страну за прошлый год острого гепатита B. Но я уже не говорю про все остальные инфекции. Вот рост отмечен на сегодняшний день кори в связи с снижением привитости. И это отмечается в последние три года во всех странах мира. И некий рост отмечается как люша. Опять же, это связано с улучшением диагностики. И мир говорит о необходимости введения возрастных ревакцинаций. Мы говорим, что это необходимо делать, чтобы контролировать инфекцию. То есть существует серьезный механизм управления инфекционными заболеваниями, который может быть реализован для и этой инфекции тоже. Но если говорить о том, ему уже об этом говорили, я возвращаюсь, насколько для нашей страны характерны в плане этиологии те же вирусы у людей, у мужчин и у женщин, что и во всех остальных странах. Здесь вы видите данные представлены по типам ВПЧ-вирусов, которые у нас выявляются у лиц с нормальной цитологией, но опять же исследование в основном у женщин все это проводится, у лиц с различным уровнем цин и в конечном итоге с раком шейки матрии. Практически все то же самое. И если говорить о наших исследованиях, представленных в том числе и о структуре ВПЧ-инфекции, время подходит к концу. И заканчиваю как раз, это может сказать мой предпоследний слайд, в котором я хочу сказать, что ВПЧ-инфекция это серьезная именно инфекция, и у нас существует возможность ее профилактировать. И обратите внимание на страны, которые имеют 80% привитость на сегодняшний день, или меньше, нет, но все-таки они это дело делают. Примерно треть страны сегодня прививают и мальчиков, и девочек, и наши ближайшие соседи Европы. Во всех странах введена иммунизация в календарь прививок. У нас есть вакцины, которыми мы можем пользоваться. И хочу поблагодарить вас за внимание, в общем, не очень, может быть, тематика онкологом близкая, но в этом году проходила Европейская неделя иммунизации, который один из лозунгов был медсестры окушенки надежный источник информации о вакцинации для вас и вашей семье. У нас основным источником всегда является врач. Но вы можете себе представить вес слова специалиста, в частности онколога, и вес слова участкового терапевта, или участкового педиатра. Понятно, что специалисту всегда доверяют больше, тем более, если он спасает жизни. Поэтому если мы будем с вами едины в пропаганде возможностей профилактики этой инфекции, наверное, это, в общем, повлияет позитивно на здоровье наше. Спасибо большое. Спасибо